А вопрос касается предварительного звонка и предварительной вашей реплики о том, что для любви нужны силы физические, моральные, психологические. Скажите, пожалуйста, каким образом можно, какими способами можно накапливать именно свои психологические силы? Спасибо большое. Спасибо, Наталья, вам за вопрос. Чтобы любить, нужно иметь силы. Ну, давайте так рассмотрим любовь. Любовь – это способность внимательно слушать. Это способность заботиться. Любовь – это способность действовать. Ну, например, варить суп своему мужу, даже когда с ним конфликт. Заботиться о детях, которые покупать им одежду, и эти дети, они не настолько уважительно относятся к родителям. Стараться понять своего друга, когда он тебя вдруг подставил или не уважает по своим действиям. Вот для этого требуется сила какая? Прежде чем ты будешь, например, любить другого человека, а значит, внимательно его слушать, ты должен понимать, что в другом человеке есть как хорошее, так и плохое. И некоторые люди садятся на голову, подсаживаются на ухо, и от них отвязаться очень сложно. Они паразитируют на тебе. Поэтому слушать внимательно другого человека – это значит уделить ему какую-то часть времени, но не всё время. Потому что мы живём в мире, где нужно уделять время разным людям. И мы не имеем права зацикливаться на одном человеке. Даже если он очень нуждается, если он этого требует, если он наш близкий человек, мы не имеем права, потому что мы принадлежим этому миру в целом. Поэтому, например, 70% времени мы уделяем этому человеку близкому в течение, допустим, месяца, но 30%, там по 5% другим людям обязательно. Но чтобы уделять внимание, чтобы понимать человека, нужно, ну, например, чтобы внимательно слушать человека, надо знать его интересы. Он интересуется живописью, допустим, музыкой. Значит, чтобы его понимать, внимательно слушать, нужно самому вникнуть в это. Значит, нужно посвятить себе время, чтобы слушать так музыку, чтобы она стала нравиться. Ходить на концерты, включать эту музыку у себя дома, наедине, вместе с другими. То есть заниматься саморазвитием, достигать такого уровня, чтобы мы, наконец, почувствовали, а, вот оно, в чём сила, в чём красота, а, вот что мне нравится, вот что меня задевает. Чтобы в нас стали пробуждаться вот эти влечения, тяга. Чтобы мы испытали некое вдохновение, подъём, какое-то наполнение внутреннее от того, чем мы занимаемся. Но, в частности, заниматься нам нужно тем, чем интересуются люди, которых мы будем слушать. Поэтому, когда, видите, человек, когда он нам о чём-то рассказывает, он смотрит на нас и думает, понимаем мы его или нет. И если мы с интересом его слушаем, он это чувствует, и возникает вот это, он меня любит. Человек смотрит на нас, мы его слушаем, и мы понимаем, что вот это действие, я продолжаю его внимательно слушать. Но невозможно внимательно слушать человека, если нам неинтересно то, о чём он говорит. Поэтому нужно пытаться заниматься саморазвитием и изучать то, о чём говорят люди. Вникать в это. А это же время требует. Всё, и ты этим занимаешься, и в принципе, если человек начинает нас упрекать и говорит, знаешь, что-то ты какой-то странный. Редко звонишь, мало со мной общаешься. Ты меня не любишь? А вы отвечаете, нет, конечно, люблю. Что-то люблю, и именно поэтому я меньше стал звонить, меньше стала с тобой общаться, потому что я подумала, а дай-ка я узнаю побольше то, о чём ты мне рассказываешь. Тебе же это интересно? Ну да. Ну вот я и решил поизучать эту тему. Ты знаешь, тут оказывается не всё так просто. Как-то у меня вначале даже отвращение какое-то, думаю, как можно вообще это слушать? Это, ну, днятина такая, скукотища, прям сил нет. Как ты можешь об этом говорить? Ну, а ты представляешь, и вдруг вы начинаете говорить, что вас там во флористике что-то заинтересовало. Никогда не интересовало, а тут заинтересовало. Или большой теннис. Никогда не смотрели, а тут стали смотреть и... И вот тут, и всё это... Вот примерно так. Давайте, Наталья, на этом конкретном примере мы остановимся. Вот таким образом мы должны находить свой интерес в этом мире. То есть мы не можем любить людей, если нам неинтересно с ними. Если мы не проникаемся пользой, мы не получаем от этого какой-то драйв, пользу для себя. Если у нас игра в одни ворота, и мы только отдаём, то мы не сможем любить. Любовь, она любит так, что ей возвращается. Если не возвращается, она уже... Ну, это, знаете, чем-то похоже на блудного сына. В притче о блудном сыне отец отпустил своего младшего сына. Тот ушёл, отец не побежал за ним, не искал его, не уговаривал, не убеждал его. Отец любил. И вроде бы, если отец... Ты любишь своего сына, ты же знаешь, что он будет вести себя ненормально. Он с тобой нагло поступил. Взял и забрал свою часть имения. Хотя мог это сделать в двух случаях. Либо когда женился бы, либо когда отец умер. Но при живом отце, когда он ещё не женился, он берёт часть имения. В древние времена это было верхом наглости, неуважения к своему отцу. Но отец любил своего сына, и он дал ему эту свободу. Но он не побежал за ним. И любовь отца была такой, что пока сын не вернулся, отец не бегал и не искал его. Но когда сын вернулся, отец принял его. Прямой эфир День Добрый. Я его ведущий Евгений Сарапулов. Не только отвечаю на ваши вопросы, но и даю практические рекомендации. Звоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 200 11 34. Либо звоните по скайпу радиотеус, либо пишите нам на сайт радиотеус.ру. Возможностей очень много. Да, любовь. Такая непростая штука любовь. И в то же время очень простая и непростая. Короче, это бездна. Любовь познать на земле до конца невозможно. Но чем больше ты познаешь любовь, тем больше ты будешь разочаровываться. Но в еще большей мере ты будешь вдохновляться. День Добрый. Такая любовь. На радиотеус. Такая любовь. Такая любовь.